Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казанцева. 25 июля 1924 года в деревеньке под названием Форасы родился мальчик, которого назвали Арсений. Пройдёт время, и он станет одним из самых уважаемых греческих старцев и духовных светил греческого народа XX века, старцем Афонской горы, известной своими духовными наставлениями и подвижнической жизнью. Я думаю, что многие наши зрители уже догадались, что речь идёт о ныне прославленном в лике святых преподобном Паисии Святогорца. И сегодня, в день рождения известнейшего подвижника нашего времени, мы предлагаем вашему вниманию две небольшие книжечки, из которых вы узнаете о детстве святого старца и найдёте советы о воспитании своих детей. Подробнее об этих изданиях далее в нашей программе. Первая из книг вышла в свет в издательстве Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и называется «Блаженный старец. Рассказы из жизни преподобного Паисия Святогорца». В этой книге представлено краткое житие великого греческого подвижника, святого наших дней, написанное доступным для детей языком. Автор книги, священник Дмитрий Шишкин, обращаясь к юным читателям, пишет «Мой маленький друг, устраивайся поудобней и слушай. Я хочу рассказать тебе о любимом во всём православном мире старце, схемонахе Паисии Святогорце, который жил ещё совсем недавно, каких-нибудь 20 лет назад. Святогорцем его называют потому, что он много лет прожил на Святой горе Афон в Греции. Афон — это удивительное место, подобного которому нет на земле. Его ещё называют «Садом Богородицы», потому что сама Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, сойдя однажды с корабля на берег, полюбила эту гору, предсказала, что здесь будет множество монастырей, и обещала им своё покровительство и заботу. И предсказание это сбылось. Вот уже тысячу лет на Святой горе Афон живут, трудятся и молятся за весь мир монахи. Может быть, во многом благодаря их святым молитвам наш мир ещё хранит крупицы добра и истинной веры. «Представь себе, — говорит автор, — солнышко светит, синее небо над головой, и ты плывёшь на корабле по морю. Чайки кружат над водой, ветер веет в лицо, а перед тобой тянутся величественные горы, поросшие лесом, и среди них, как древние замки, возвышаются православные монастыри. А вдалеке ты видишь самую высокую гору, и над ней кружит белоснежное облачко». Монахи говорят, что это знак покрова Богородицы. Вот это и есть святая гора Афон, в монастырях которой долгие годы подвязался, то есть совершал свои монашеские подвиги, монах Паисий. И вот что автор рассказывает о детстве святого старца. «Есть такой добрый и мудрый народ — греки. От них когда-то давно и наш русский народ научился православной вере. Но, как это бывает в жизни даже самых весёлых и добрых людей, случилось с этим народом несчастье. Турки пришли на греческую землю, завоевали её и начали жить, как у себя дома. Греки же сплотились, стали жить отдельными сёлами, храня свою веру, язык и традиции, молясь за своих обидчиков и благодаря Богу за скорби. И вот в одной такой деревеньке и родился мальчик Арсений. В этой доброй крестьянской семье кроме него было ещё семеро детей. Маленький Арсений с детства думал не о развлечениях, а о том, как помочь своим близким. В семье все трудились, каждый по силам, потому что жизнь без труда не может быть доброй. И Арсений с детства был приучен к труду. Но хотя жизнь его и была бедной, и исполненной многих трудностей, он никогда не унывал и не жаловался. Потому что чем больше он трудится, тем более крепким, бодрым и радостным он становится. Родители будущего святого жили воздержанно и просто. И значительную часть того, что зарабатывали, отдавали тем, кто был беднее их. Они были милосердными и сострадательными. И Арсений подражал своим родителям. Он рос очень добрым, готовым прийти на помощь всем, кто нуждался в помощи и утешении. В его семье, как уже было сказано выше, было много детей, и отец воспитывал их в строгости. Поэтому даже смиренному Арсению иногда доставались шлепки. Но он на отца никогда не обижался, потому что понимал, что тот хочет оградить его от чего-то вредного для души. Арсений всегда старался понять, за что его наказывают, чтобы уже больше не совершать подобных ошибок. Мама же учила Арсения добру своим примером. Когда он стал монахом, то вспоминал, что к молитве его приучила мама, которая всегда молилась вслух во время работы. Всегда говорила, «Господи, благослови! Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» А работы у нее было много. И на рынок нужно было сходить за продуктами, и приготовить покушать, а также постирать, убрать в доме, поработать на огороде, а весной и летом помогать отцу в поле. Как далее повествует автор, у маленького Арсения была большая коробка, в которую он складывал книги, рассказывающие о жизни святых. Он приходил из школы и первым делом бросался к этой коробке, и с такой жадностью принимался за свое любимое чтение, как современные дети бегут к телевизору, чтобы посмотреть мультики, или спешат включить компьютер, чтобы позабавиться играми. Он же не только читал о жизни святых, но старался еще и подражать им в посте и молитве, в добрых делах, старался следовать их советам. Так он вычитал в житии одного святого, что если чего-то боишься, то надо от этого не убегать, а смело идти навстречу и прогонять страх. Например, Арсений боялся кладбища, через которое ему часто приходилось ходить. И вот он приглядел на кладбище, пустую могилу, пришел и залез в нее ночью. Он молился в этой могиле до тех пор, пока не прошел страх. Больше Арсений уже не боялся кладбища. У каждого из нас есть какие-то страхи. И пример маленького Арсения учит нас тому, как эти страхи надо преодолевать. Не прятаться от них, а идти им навстречу с молитвой и верой в Бога. У Арсения с детства была горячая любовь к Богу и стремление к Нему. Ты знаешь, что чувствуют дети, когда они долго не видят родителей и сильно скучают по ним. Вот так же и даже сильнее маленький Арсений полюбил Бога и хотел, чтобы все любили Его так же, как и он. И расстраивался, если видел, что кто-то Бога не любит. Глаза у маленького Арсения, особенно когда он говорил о Боге и его святых, просто сияли от счастья. Из-за этого его прозвали светлячком. Чтобы дети больше узнали о Боге и полюбили Его, он собирал своих товарищей в небольшой церквушке и читал им Новый Завет и Жития Святых, учил молиться и делать поклоны. И дети слушались Арсения, становились лучше, добрее и тоже начинали любить Бога. Конечно, Арсений был особенным мальчиком, избранником Божиим. Он с детства чувствовал огромную любовь к Богу и хотел быть монахом. Заветная мечта Арсении исполнилась, когда ему было 29 лет. Он приехал на Святую Гору Афон и стал монахом Паисии. Много лет он подвязался на Афоне и Синае и получил от Бога великий дар утешать и наставлять людей на добрую жизнь, а также исцелять их от разных болезней. Бог прославил его как великого подвижника. Во время его земной жизни многие люди обращались к нему за советами по разным вопросам. Приходили к нему и родители, которые хотели воспитать своих чад добрыми, отзывчивыми, благочестивыми, чтобы те возрастали не только телесно, но и духовно. И, конечно, они всегда находили у старца добрый совет, наставление. Некоторые из этих наставлений и составили книгу, которая вышла в свет в издательстве «Паремия» и называется «О детях, их радостях и трудностях». В этой книге собраны поучения старца о детях. В ней идет речь об их радостях и трудностях от младенчества до зрелости, а также об их обязанностях перед родителями. По словам старца Паисия, родители, которые рождают детей и дают им тело, должны, насколько возможно, содействовать их духовному возрождению. То, что родители не в силах сделать для своих детей сами, им следует впоследствии возложить на учителей. Поэтому наша Церковь и молится о родителях и учителях. Однако, кроме телесных отцов, есть и отцы духовные. Духовные отцы трудятся над духовным возрождением людей и содействуют воспитанию детей более действенно. То есть все, каждый по-своему, каждый своим примером, должны помочь тому, чтобы дети духовно возродились, чтобы они мирно прожили в жизни сей и пошли в рай, заключает одно из своих поучений старец Паисий. Как говорит преподобный Паисий Святогорец, родители должны духовно помогать детям, когда те еще маленькие. Потому что, когда они маленькие, их недостатки тоже малы, и их легко отсечь. Они похожи на молодую картошку, кожица которой легко сходит, стоит только потереть. Однако, если картошка полежит, то потом, чтобы ее очистить, потребуется нож. А если она еще и подпорчена, то надо врезаться этим ножом глубже. Если с младых ногтей дети получат помощь и наполнятся Христом, то они останутся близ Него навсегда. Даже если, подрастая, они немножко собьются с пути по причине возраста или дурной компании, то снова придут в себя. Ведь страх Божий и благоговение, которым были напоены их сердца в юном возрасте, никогда уже не смогут в них исчезнуть. Так с детства было напоено сердце маленького Арсения, которое, возрастая, училось любить Бога, всех людей и окружающий нас мир Божий. Чему и мы должны поучиться у святого Паисия. Дорогие друзья, эти книги и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковно-книжных лавках и православных библиотеках. Я желаю вам приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok